Давайте честно, вас как руководители никогда не попросят «расскажите мне историю». Вы скорее услышите в свой адрес фразу «не надо мне истории рассказывать, давайте четко их делу». Но это далеко не значит, что в бизнесе истории не нужны. У них есть конкретное место применения. Истории — это не панацея, они решают определенный набор задач. И самый простой способ понять, нужна ли вам история — это спросить себя, для достижения моего результата, нужно ли мне помочь моему собеседнику ответить на внутренний вопрос «почему если?». Звучит сложно, давайте разбираться. Допустим, вы хотите вдохновить своего коллегу, скажем, коммерческого директора крупного департамента, участвовать в адаптации новичков-продавцов. И в диалоге с ним вы говорите «поучаствуй». Вы ему говорите, что надо сделать. Вы можете ему даже сказать «поучаствуй, и тогда ты получишь тра-та-та». То есть вы даете ему понять, зачем это делать. Но коллега говорит «Ой, слушай, да эти новички, ты же понимаешь, что если кто-то не выплывет, они и со мной не выплывут в первые две недели. А если кто-то выплывет, то они и без меня выплывут». Иначе говоря, наш уважаемый собеседник, которого мы хотим вдохновить, изменить его поведение, не хочет меняться, потому что внутри его головы живет вопрос «почему надо участвовать в адаптации, если от моих усилий не зависит эффективность новичка?». И пока он не найдет для себя ответ на этот вопрос «почему, если», он не начнет это делать. Какая история может ему помочь? Спросите себя, где и когда конкретный человек, релевантный для вашего собеседника, подумал про себя «ну вот почему надо адаптировать, это же очевидно». Приведу конкретный пример. У того же коллеги коммерческого директора, в соседнем департаменте работала девушка, тоже директор, тоже по коммерции, но в другой ветве бизнеса. И она раньше не участвовала в адаптации. Когда мы спросили ее, когда мы начали верить в адаптацию людей, она сказала, что лет шесть назад был у нее случай. К ним пришел новичок, его всему обучили, там тренера, HR, как малый разговор вести, как в контакт входить, все-все-все разобрали. И в итоге она приезжает вместе с ним на встречу, а он задает клиенту вопрос, значит, с тетрадочкой сидит, скажите, пожалуйста, как у вас у семьи дела? Клиент счастлив, начинает отвечать, наш новичок сидит с ручкой и говорит «спасибо». И после этого можно было ножом резать напряжение, вот эту атмосферу на встрече, потому что вроде все сделал правильно, но кто ж так делает? И в этой ситуации перед ней встал выбор, уволить его и сказать «черт с ним, наймут нового», или сделать так, чтобы как-то повлиять на него. Она дала ему обратную связь. Второй раз дала обратную связь. Третий, четвертый, после месяца совместных встреч он стал очень хорошим продавцом. Ко второму месяцу работы он вышел в ранг лучших продавцов этого подразделения и следующие полгода занимал строчку номер один по объему продаж. Простой сюжет из человеческой жизни. Коллеги из коммерческого департамента мы можем вдохновить его подумать, вот почему стоит участвовать в адаптации новичков. Я написал эту книгу для того, чтобы вручить вам подробный алгоритм. Как от понимания конкретного результата общения, который вам нужен, дойти до истории, которая поможет вам этот результат достичь. Ключ находится в вопросе «почему». Но даже без этой книги вы можете уже сейчас начать использовать истории осознанно. Подумайте, какой результат вы хотите обеспечить. Например, мои коллеги сами захотели соблюдать новый регламент. Не из-под палки, а сами. Подумайте, какой вопрос «почему», если мешает им уже сейчас это делать. Собственно, я вам желаю прочитать эту книгу, освоить этот алгоритм и применять истории во благо, вдохновлять людей на изменения, потому что, если история не меняет мир физически, но история может изменить человека. А человек, в свою очередь, может вдохновить мир и людей вокруг на какие-то масштабные изменения. Этого я вам желаю. Новых вам историй.